Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья, все, кто неравнодушен к теме педиатрии, детской онкологии, ревматологии, детской хирургии и всего того, что мы говорим под емким понятием организации и проведения медицинской помощи детям на самом высоком уровне. Сегодня мы говорим о COVID-19, об инфекции, о тех масках, которые могут смутить специалистов и тех, кто не только ставит диагноз, но и выполняет лечение самых сложных заболеваний, в том числе гематологических, онкологических, ревматологических и всех-всех детских различных недугов. Сегодня наш круглый стол собрал ведущих специалистов НМИЦ здоровья детей, НМИЦ онкологии имени Николая Николаевича Блохина, НИИ детской онкологии и гематологии. И, конечно, наш круглый стол проходит при неоценимой поддержке Первого МедТВ и Национального общества детских гематологов и онкологов. Уважаемые коллеги, наш сегодняшний круглый стол собрал действительно выдающуюся команду специалистов, позвольте их представить. Это директор НИИ детской онкологии и гематологии Центра Блохина, профессор, доктор медицинских наук Светлана Рафаэльна Варфоломеева. Следующим выступит после Светланы Рафаэльны ведущий специалист, главный научный сотрудник и руководитель Центра инфекционных болезней НМИЦ здоровья детей, доктор медицинских наук профессор Майя Джималовна Бакрадзе. Екатерина Иосифовна Алексеева, профессор, доктор наук, к большому сожалению, не смогла присутствовать на круглом столе и выступит ее ученица, один из ведущих ревматологов НМИЦ здоровья детей Анна Владимировна Мамутова. Также следующим выступающим будет руководитель отделения химиотерапии геомбластозов НИИ детской онкологии, НМИЦ онкологии Блохина Тимур Таймуразович Валиев, доктор медицинских наук профессор. Татьяна Викторовна Горбунова продолжит доклад. Это старший научный сотрудник отделения хирургии номер один нашего НИИ детской онкологии и гематологии Центра Блохина, а также руководитель группы инфекционного контроля, кандидат медицинских наук. И также выступит руководитель отделения, отдела анестезиологии и реаниматологии нашего НИИ детской онкологии Центра Блохина, доктор медицинских наук, профессор Нунэван Унна Матинян, завершит круглый стол, руководитель и главный научный сотрудник отделения реанимации интенсивной терапии МИЦ здоровья детей, доктор медицинских наук, профессор Рустем Фаридович Типаев. И мне была дана такая честь всех представить здесь на этом круглом столе. Буду модератором также сегодня, заместитель директора по научно-образовательной деятельности НИИ детской онкологии Центра Блохина Кириллович Киргизов. И позвольте в двух словах буквально сказать о небольшой актуальности и передать уже слово Слане Рафельне и сказать о том, что, конечно, как COVID и в детской популяции очень важен. Вы можете посмотреть на слайде, эта тема нисходит с полос центральной международной печати, так и более таких узких ситуаций, связанных с детскими онкологическими заболеваниями, трансплантационными технологиями, ревматологическими болезнями и многого другого. А самый главный вопрос – это, конечно, вопросы дифференциальной диагностики, которые поднимают не только специалисты в области инфекционных заболеваний, о чем нам расскажут Майя Джамаловна и другие коллеги, но и поговорим еще и о том, каким образом мы можем дифференцировать все эти грозные состояния. Ну и, конечно же, прошу обратить вас внимание, что каждый раз, говоря о COVID-19 инфекции, мы говорим не только и не столько об опасности самого заболевания, как оно есть, а то, какой ужасный урон несет оно лечению, оттягивает его, нарушает тайминг. И мы здесь говорим не только о злокачественных новообразованиях, но и о других грозных недугах, которые в полной мере проходят лечение, диагностируются в таких ведущих учреждениях, как МИД здоровья детей и Центре онкологии Мнеблохина. Обратите внимание, это только небольшой список того, что входит в ведущий репозиторий статей по COVID-19 в различных ситуациях, который расположен на сайте наших партнеров исследовательского госпиталя Сен-Жут в США. И, конечно же, важно понимать, что мы говорим не только с родителями, не только как профессионалы, но еще и мы понимаем, что у нас есть детская аудитория. Для них тоже нужно объяснить важность и нужность не только эпидемиологических мер, но и то, как важно сказать не только друг другу, но и, например, родителям о том, что мама не забудь надеть маску. Именно об этом мы вчера говорили на нашем эфире детской среды. Это прямые эфиры из Центра Блохина. Пожалуйста, можете найти их в Инстаграме. И завершая небольшое такое открытие, хотелось бы сразу же передать слово Светлане Рафаэльне с пресным словом и обзором COVID-19 в современном мире, как он влияет на всю нашу жизнь и лечение детей. Светлана Рафаэльна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рада встретиться снова со всеми вами. И я хочу сказать всего лишь несколько слов. Первое, что я хочу сказать, это слова благодарности всем коллегам, всем врачам, всем сестрам, которые в течение этого уже длительного периода пандемии в разных клиниках, являясь специалистами разных педиатрических субспециальностей, спасали детей. И я могу сказать, что, безусловно, то, что сказал Кирилл Игоревич, абсолютная правда. COVID нанес большой урон. В ряде случаев пациенты поступают позже, поскольку по месту жительства была опасность посещать детские поликлиники и проходить назначенное лечение. Где-то возникали проблемы с заболеванием членов семей, с заболеваниями самого юного пациента COVID-19 с инфекцией и развитие тяжелых жизнеугрожающих иногда фатальных осложнений. Я хочу сказать, что наша борьба не окончена. И впереди у нас идут еще, будут долгие дни тяжелые напряженные борьбы с этой инфекцией, которые проходят в рамках лечения основных заболеваний у наших пациентов. Что, мне кажется, важно отметить? Важно отметить, что мы с точки зрения нашего общества в целом не совсем разделяем все условия карантинных мероприятий. И я это вижу каждый день, поскольку ежедневная работа с родителями, с большим количеством родителей. У нас большой коечный фонд, у нас 275 коек, соответственно, это 275 детей, 275 родителей, плюс большое поликлиническое подразделение. И понимание того, что эта опасность, она рядом, она не за дверью, не за окном, она рядом. Очень пугает людей, и люди стараются отодвинуть от себя эту мысль. Поэтому до настоящего момента, на мой взгляд, понимание того, какой должна быть работа по санитарному образованию людей, по профилактике нарушений эпидемиологических и санитарных ограничений, проведена еще не до конца и понята не до конца. Потому что огромное количество лживых новостей, фейков, нежелания вакцинироваться, желание избежать мысли о COVID-19 инфекции стало для нас на самом деле бичом и открытием, наверное, для всех нас такой разрозненности социальной. Потому что мне кажется, что это и стало очень важным критерием оценки здравомыслия нашего общества. И, к сожалению, мы этот экзамен очень трудно проходим. Поэтому мне хотелось бы, чтобы наше общение сегодня имело не только профессиональную часть, которая, безусловно, очень важна, но чтобы мы в каждом своем выступлении относились с пониманием к тому, что наши рекомендации должны выполняться теми врачами, которые еще не всегда находятся в гуще событий, связанных с COVID-19 инфекцией. К сожалению, не все понимают значимость и сложность текущего момента. К сожалению, не для всех еще стало очевидным, что любую инфекцию, мы это знаем с вами, с институтской скамьи легче профилактировать, чем лечить. И сегодня мы боремся не с COVID-19 инфекцией, хотя мы в первую очередь боремся с ней. Мы боремся за то, чтобы наше общество было здоровым. Здоровым, а здоровье по определению ВОЗ – это совокупно физического, психологического и социального здоровья. Я очень хочу, чтобы мы были здоровы, потому что без этого мы не сможем лечить наших пациентов. Спасибо всем огромное, потому что я знаю, что все, кто сейчас находится в эфире, и все, кто нас слушают, это те люди, которые находятся в ежедневной, изматывающей, утомляющей, очень, к сожалению, часто малорезультативной, но всегда эффективной борьбе, потому что мы с каждым новым случаем не только учимся лучше лечить, не только стараемся лучше помочь пациентам, но, на мой взгляд, все наши специалисты, которые работают в этой ситуации, продемонстрировали свои лучшие человеческие и гражданские качества. Спасибо большое. Спасибо большое, Станна Рафаевна, за столь вдохновляющее начало. И, конечно же, мы рады, что действительно это такой не монокруглый стол, когда, например, детские онкологи или гематологи собрались. Это действительно огромное междисциплинарное общение с вовлечением не только педиатров, а все мы педиатры, но и анестезиологов, реаниматологов, субспециальностей, и самое главное, специалистов, ревматологов, потому как те неясные лихорадки, воспалительные ситуации, они действительно, как правило, ложатся на их зачастую хрупкие плечи. И для того, чтобы представить весь спектр ситуации в своем докладе COVID-19 уйти, COVID-19 и другие инфекции детского возраста, позвольте нам передать слово доктору медицинских наук профессору Майе Джамаловне Бакарадзе. Здравствуйте, Майя Джамаловна. Я очень рада, что мы вновь собрались, так как, как было сказано, Светлана Рафаэловна все еще не закончена. И хотелось бы, конечно, многое известно, казалось бы, но многого еще нет. Понятно, что эта болезнь очень многообразна своими клиническими проявлениями, своими лабораторными иммунозисрегуляциями, однако настолько известны все клинические признаки, они не просто отличаются по совокупности, многообразия, но и по их выраженности. И на сегодняшний день это делает большую проблему. Дети, которые очень мало имеют симптомов, они и заражают всех остальных. Совершенно четко понятно, что на сегодняшний день всем известно, что положительный ПЦР выделяется у детей в течение 14 дней. Однако в нашем стационаре мы наблюдали некоторое количество детей, у которых ПЦР был положительный в течение полтора месяца. С чем это связано? Тоже вопрос. Есть определенная особенность, то желудочно-кишечное проявление, то есть его многообразие клинических симптомов с желудочно-кишечными проявлениями каким-то образом коррелирует с тяжестью заболевания, началом цитокинового шторма и преимущественно мы говорим о том, что часто связано с мультисистемным заболеванием. Если говорить о том, какие изменения в легких, то четко мы уже можем сказать о том, что именно консолидация в задних отделах легких характерна для коронавирусной инфекции в отличие от других вирусных заболеваний. Ну и, конечно, все это говорит о том, что нам необходим многокрофильный подход с вовлечением реаниматологов, в первую очередь, и инфекционистов-педиатров, реаниматологов, кардиологов и гематологов. Какие проблемы сегодня существуют? О том, что длительные симптомы COVID-19 у педиатрических больных наблюдаются. Но исследований пока что очень мало. Небольшая популяция в каждом случае еще не дает нам абсолютно утверждать, с чем это связано. И вопросы, касающиеся, что каждый десятый ребенок испытывал мультисистемное возлечение, требуют абсолютно четко продолжения этой работы и требуют, конечно же, продолжения исследований. Ну, я хочу продемонстрировать вам, что в нашем центре поступали дети с коронавирусной инфекцией и имеющие достаточно серьезные сопутствующие заболевания. И, конечно же, мы предполагали, что в этой группе мы будем ожидать более серьезных осложнений. Собственно, у некоторых из них это и наблюдалось. Это все лимфобластные лейкозы, миеллоидные, нефротическим синдромом и так далее. Были дети, которые, вот как бы мне хотелось предоставить сегодня рассказ, что есть ковид и его огромное количество клинических симптомов. И некоторые заболевания очень на него похожи. И, казалось бы, это ковид и больше ничего. Но оказывалась совершенно другая болезнь. Конечно, трудности диагностики и лечения в них были. А девочка, у которой была врожденная брахогенная киста, вдруг на седьмой день болезни ковида она нагнаивается и прорывается. Связано ли это с ковидом или это должно было когда-то произойти, тоже неизвестно. И, конечно же, хочется рассказать, что некоторые заболевания были похожи очень на другие, как предоставлю вам. А это оказался только банальный, как сказать, коронавирус, если это можно сказать, коран. Вот что мне хотелось сказать по поводу девочки, учитывая наше время очень ограничено. У нас было 5 детей с инфекционным мононуклеозом. Но чем они отличались? Так как, не знаю, то, что это была длительность лихорадки. У всех достаточно, у этой девочки в данном случае 13 дней. Были изменения в виде повышения Д-димера, ЛТА, СТ, ЛДГ, ферритин. Что, в общем-то, мы расценили как заболевание связанное и умеренное снижение, значит, тромбации. Это было рассчитано как в течение коронавирусной инфекции. Однако никак не проходит. Появляется сыпь геморрагическим элементом. Вместе с этим нет тех клинических признаков мононуклеоза, которые мы привыкли видеть. Нет налетов, нет каких-то... Ну, вы знаете, единственное, что вдруг какой-то до 11-й день появляется субекторичный склер. Мы связываем его с этими изменениями и только через 13 дней приходит положительный ИГМ к мононуклеозу. Но до того, прежде чем мы его получили, учитывая тяжесть, лихорадку 39 и выше, девочки были назначены, просто введен однократно глюкокортикостероид. Собственно, он и является единственным показанием при мононуклеозе, что нам, в общем-то, и показалось быстрое снижение температуры от одной дозы и дальше получение заболевания, ну, подтверждение анализов, что это мединфекционный мононуклеоз. Следующее, казалось бы, ничем страшным не должно было протекать заболевание коронавирусная инфекция и острый слептокок у мальчика почти 16 лет. Но это были пятые сутки заболевания. Дома получал антибиотик, который был продолжен в нашем центре. Но через двое суток, вот, как вы видите, лимфопения, ЦРВ-83, АСО-360 получает антибиотик, и нам, казалось бы, все, мы справимся. Однако у него ухудшается самочувствие, лихорадка нарастает. В центре были возможности, и мы, собственно, каждого лихорадящего ребенка мониторировали по всем этим маркерам. Конечно, это нам помогало предупредить развитие цитокинового шторма и угрозу его ранних этапов выявить. В данном случае мы увидели, что у ребенка имеется падение в высокий фибриноген, ферритин, 83 и стал, вот, 186, цирреактивный белок. И, конечно, было уже ясно, что это угроза развития цитокинового шторма и был назначен на терапию, я видел медициназолона, эноксапарина и продолжение цирреакциона с положительным эффектом. Очень необычно протекала ситуация, конечно, были несколько случаев, но первый случай всегда какой-то такой, очень сложный. Ребенок, у которого имеется вялость, сонливость, одышка, снижение сатурации, прежде всего думаешь о симптомах коронавирусной инфекции. Однако это был дебют сахарного диабета, конечно, и есть определенные такие данные, что во время коронавирусной инфекции процент больше выявления диабета второго типа. И, наверное, это объяснимо тем, что, конечно, дети сидели там за мам, ели, смотрели телевизор и так далее, и, наверное, какой-то процент это усугубило. В данном случае у этой девочки типичное было первого типа дебют сахарного диабета. Что протекало с симптомами коронавирусной инфекции, но оказывалось другое заболевание. Конечно, это атипичное пневмония, не больничное пневмония, которое было у мальчика, который почти на исходе коронавирусной инфекции выдал бактериальную пневмококу, пневмонию, очень тяжело протекающую с дыхательной недостаточностью. Это один случай. Девочка, которая поступила к нам тоже, казалось бы, признаки ковидной инфекции, лихорадка, тошнота, рода. Практически у всех детей наших тяжелых были кишечные симптомы. Здесь мы получаем такую лимфопению, церво невысоким, по данным КТ никаких серьезных осложнений, но был отрицательный собственно у нее ПЦР. За время наблюдения в течение двух дней ухудшается ее состояние, она не ест, не пьет, она очень сонлива, токсична. И как вы видите, через два дня у нее ЦРБ с трех становится 183, тромбоциты снижаются до 119, здесь фрукальцитониновый тест 96, ферритин от 159 до 384. Как мы видим, гиперкоагуляция повышения фибриногена до 9 и выше и до димера до 273. Здесь абсолютно четко нам было понятно, что есть нарастание маркеров, особенно пропальцитониновый что не исключает бактериальную инфекцию и вместе с этим нам кажется, что есть и нельзя исключить угрозу цитокинового шторма. Был назначен митниплинезолон, флексипарин и антибактериальная терапия. Конечно, на фоне этого в течение практически суток-полтора нормализовалась температура достаточно долго и приходит в норму филитин и другие показатели, но ЦРБ и пропальцитонин в течение 3-4 дней они уже нормализовались. Ну и были получены анализы, которые мы постоянно искали, когда находили какой-то положительный пропальцитонин у детей, исключали какие-то бактериальные заболевания. Атипичное обнимание, что нас в этом случае больше настораживало? Очень упорное течение, снижение сатурации, обструктивный синдром и при этом лихорадка сохраняется и при этом никакие другие маркеры практически не снижались сильно. Что нам давало повод о том, что еще думать о каком-то другом заболевании, достаточно, тем более, на 9-е сутки и 40-е температуры. И, конечно, здесь был заподозрен атипичное, как вы видите, вот это было сделано на 9-е сутки болезни, следующие уже мы видим с вами на 14-е сутки. И таких детей у нас было около 24-25 с атипичной пневмонией. Трое из них, у которых был и ковид, и атипичная пневмония, конечно, также протекает очень своеобразно, это длительное течение, своеобразное очень требует от нас какого-то внимания невероятного. В этом случае мальчик, который поступил, здесь мы абсолютно четко думали о том, что, скорее всего, это острый аппендицит, так как боли в животе, выраженный абдоминальный синдром, тошнота, лимфопенец, CRB-95, высокий фибриноген. Конечно же, вот такая болезненность в правом нижнем квадрате, имитирующая острый аппендицит, наблюдалось у наших двоих детей, у обоих было проведено УЗИ в брюшной полосе, подтвержден мезоденит, и ни одного из них не потребовалось хирургического вмешательства, хотя у нас шестеро детей поступили и были прооперированы из-за острого аппендицита кишечной непроходимости. Но эти случаи также существуют. Мальчик, где в 17 лет, из семьи, которые из туберкулеза, из Таджикистана думали о туберкулезе, потому что Таджикистан и локализация очагов, типичная для туберкулеза и плюс в течение трех дней кровохаркания. Конечно, это потребовало невероятное количество исследований, дополнительных консультаций, но посмотрите, пожалуйста, верхние и через пять дней абсолютно четко никакого туберкулеза у мальчика нет, абсолютно то, что свойственно коронавирусной инфекции, изменения определенным образом на КТ очень быстро нивелируются, уходят, если это, конечно, нет начала какого-то полисистемного заболевания. Вот это и отличает вирусную коронавирусную инфекцию от других вирусных, при которых не наблюдаются такие изменения в легких, но, к счастью, большая часть у них, конечно, все это проходит. И, разумеется, необходимо увидеть такую ситуацию, что если есть в данном случае тоже девочка, которая поступает головной болью, тошнотой, рвотой, малопродуктивным кашлем, и, как вы видите, она поступает к нам на пятые сутки болезни, а на восьмые она просто ухудшается на глазах с падением лимфоцитов, хотя они тоже были небольшие, тромбоцитов, CRB 20-25 и через день 90. Конечно, вот это выраженный певриногенда диммер, как вы видите, интеррекин 72 очень высокие, ну и поражение в легких, нам вот этот переход между там 11 и 12 позволил сразу же 12 числа начать правильную терапию и развитие вот этой осложнения мы не наблюдали ни одного из наших детей. Хотелось единственное отметить, что, конечно, в начале, к сожалению, большому, ну так как это было, все принципы лечения были основаны на том, что было предыдущей SARS-1, S1, включали противовирусную антибактериальную терапию, мы, конечно, назначали это детям, но в течение 10 дней нам было понятно, что поздние сроки противовирусная терапия не работает и антибиотики тоже не работают, и вот появляются, мы ищем какой-то подход, появляются публикации о возможной эффективности глюкокортикостероидов, а учитывая, что уже рассказывали и есть данные о том, что у них протекает гемофагацитарным синдромом, в нашем центре, конечно, в этом отношении горжусь, есть специалисты, которые имеют очень большой опыт с введением первичным, вторичным гемофагацитарным синдромом, это ремотология и реанимация, и, конечно, начали этих детей вести, были они введены даже протокол детей лечения коротких курсов системных и низкомолекулярного гепарина. Думаю, что это является основным, то, чтобы было понятно. Уважаемые коллеги, я думаю, что работы на самом деле очень много, вопросов очень много, почему так, а почему по-другому, особенно, конечно, связанные с системными заболеваниями, особенно очень похожие на тяжелые бактериальные заболевания, септические заболевания, и стоит неправильный выбор антибиотика, ты можешь потерять малыша, у которого, собственно, спасают только антибиотик. И здесь мне бы хотелось еще раз обратиться к каждому врачу, который встречается с этим, прежде чем вы не убедитесь, что там нет еще чего-то другого, вы не должны отходить от этого больного, не снимая то, что у него может быть и коронавирус положительный, и все равно наши дети болеют другими инфекциями тоже. Благодарю, и я думаю, что если я не забрала чужое время. Спасибо большое. Действительно, крайне полезная информация и потрясающий опыт с огромным количеством пациентов, которые имеют весь спектр заболеваний и симптомов практически со всей страны. Мы, конечно, обратили внимание на огромное число пациентов со злокачественными новообразованиями и с ревматологическими недугами. И как вы сказали, что, конечно, именно системная ситуация, она очень часто может сбивать с толку специалистов. Есть несколько вопросов, которые, позвольте, мы в конце зададим. И хотелось бы, чтобы сохранить тайминг, попросить Анну Владимировну Мамутову выступить с сообщением, с докладом, который они подготовили под руководством Екатерины Иосифовны Алексеевой по COVID-19 и ревматологическим воспалительным заболеваниям. Анна Владимировна, вам слово. Спасибо большое за представленное слово, за возможность участвовать в круглом столе. Я представлю данные нашего отделения по работе с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. В первую очередь мы встречаемся с такими пациентами сейчас на телеконсилиумах, и мы достаточно активно работаем с телемедицинскими консультациями. За 2020 год наше отделение провело 433 консилиума и закрыло 433 заявки в целом. Но также за 2020 год и за 2021 год в наше отделение стали приходить выписки, запросы врачей из регионов с диагнозом мультисистемный воспалительный ответ. И такой диагноз всегда направляют и ревматологам в наше отделение, и также врачам отделения реанимации. Мы проконсультировали 31 пациента, 29 очно, 2 заочно, и 7 раз проводились повторные телеконсилиумы. Все эти диагнозы звучали как мультисистемный воспалительный ответ, и также всегда практически шли еще дополнительные диагнозы. это юношеский артрит системный вариант дебюта под вопросом, тяжелая вирусно-бактериальная инфекция неуточненная, сепсис под вопросом, кавасаки-подобный синдром, полиорганная недостаточность, ковид-19 подтвержденный, ковид-19 вирус неидентифицирован. Всех пациентов объединяли схожие клинические проявления, во всех случаях у детей отмечалась лихорадка, в большинстве случаев артрология, миалгия, у 23 была выявлена пневмония, у 21 лимфоденопатия, отмечались гепатоспленомегалии, часть пациентов проявляли абдоминальный синдром, с рвотой, диареей, болью в животе. У 11 пациентов была выявлена сыпь, у 7 хиэлит, у 6 склерит. 7 пациентов были с поражением сердца, с кордитом и с короноритом, у 5 было поражение почек и у 3 отмечалось поражение центральной нервной системы. Среди изменений в лабораторных показателях в первую очередь у всех отмечалось повышение островоспалительных маркеров крови, это было ускорение соя, повышение цирреактивного белка. У детей отмечался как лейкоцитоз, так и лейкопения, как тромбоцитоз, так и тромбоцитопения. Отмечалась анемия, у ребенка, у детей отмечались повышение ферритина более 600 и повышение диодимера. Среди 31 пациента у девяти был подтвержден диагноз COVID-19 и все эти девять человек выздоровели в последующем. Было два случая с летальным исходом, с вероятным течением COVID-19 эти пациенты были достаточно тяжелые, с полиорганой недостаточности. Среди 31 пациента у шести был выявлен течение сепсиса и при коррекции антибактериальной терапии эти пациенты выздоровели. У двух пациентов был выявлен первичный иммунодефицит, эти дети были направлены в институт Дима Рогачева, также у одного пациента был выявлен рецидив лейкоза, также пациент был гематологом и у одного пациента была выявлена тромбофилия. Среди всех этих пациентов у десяти пациентов было заводозрено ревматическое заболевание и они были госпитализированы в наш центр, четыре в тяжелом состоянии в отделении реанимации интенсивной терапии и шесть пациентов уже сразу в наше отделение. По результатам обследования шестерым пациентам был установлен диагноз с юношеской артритой системным началом и эти пациенты наблюдаются в нашем отделении. Теперь два пациента были с системной красной волчанкой, один пациент с синдромом Кавасаки и один пациент в ходе обследования у него была выявлена б-клеточная лимфома крупноклеточная и он был направлен в институт имени Блохина. Что хочется сказать по результатам проведенной работы. в первую очередь мультисистемный воспалительный синдром требует тщательно дифференциальной диагностики и требуется обязательно необходимо при любом подозрении на какое-либо другое заболевание обращаться к специалистам, к ревматологам, потому что постановка диагноза была достаточно трудной, так как практически все пациенты, 30 пациентов получили глюкортикоиды до проведения дифференциальной диагностики и это усложнило и постановку диагноза и время постановки диагноза было увеличено. Важно отметить, что диагностика диагноза мультисистемного воспалительного синдрома была у 22 пациентов бесподтвержденного ПЦР положительного на ковид и были сомнительные иммуногабрины G к ковиду. Это тоже под сомнением ставило диагноз мультисистемного воспалительного синдрома. Очень важно хочется еще раз подтвердить, что при сомнении в диагнозе необходимо до постановки до назначения глюкортикоидов необходимо проведение пункции костного мозга для исключения гемобластозов, необходимо проведение МРТ головного мозга, брюшной полости, малого таза, необходимо проведение КТ легких для исключения объемных образований у таких пациентов. Хочется обратить внимание, что двум пациентам был назначен тоцелезумаб, геноинженерный биологический препарат, который используется в ревоматологии при системном ювенильном идиопатическом артрите. И этот препарат был назначен не по показаниям. У одного пациента был сепсис, у другого пациента в последующем было выявлено онкологическое заболевание. Важно отметить, что у многих пациентов антибактериальная терапия проводилась без микробиологических исследований. У части пациентов не проводились исследования на проклицетаниновый тест, на исследование уровня перетина, ЛДГ, додимера. Все это очень важно. Все это важно именно для постановки верного диагноза. И очень важно понимать, что мультисистемно-воспалительный синдром может быть в рамках какого-то другого заболевания, не только COVID-19. И важна консультация ревматолога в этом случае тоже. Мы всегда готовы помочь. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Анна Владимировна. Очень приятно было от вас слышать, что очень плотно вы взаимодействовали с другими национальными центрами. Сразу два из озвученных них являлись центрами детской онкологии и гематологии. И конечно же мы очень высоко отмечаем ваши заслуги с точки зрения того, что вы отмечаете, что в основном это были другие заболевания, особенно грозные и требовалась такая подробная дифференциальная диагностика. Позвольте мы тогда перейдем к следующему докладу, он как раз доклад Тимура Тимура Тимуразовича и попросим не отключаться. В конце у нас несколько вопросов для дискуссии будет с точки зрения дифференциальной диагностики и других аспектов. И мы переходим к сообщению Тимура Тимуразовича Валиева, доктора наук, заведующего отделением химиотерапии геомбластозов номер один, как мы сейчас говорим, нашего НИИ детской онкологии гематологии, COVID-19 и гематологические заболевания. Вот как раз Анна Владимирович рассказывала о пациенте об одном, он в это отделение к Тимур Тимуразовичу и поступил. Тимур Тимур Тимур, вы нас слышите? Уважаемый Кирилл Игоревич, уважаемые коллеги, благодарю за предоставленную возможность сегодня выступить. Я бы хотел крупными мазками, скажем так, определить те основные изменения, которые мы видим при COVID-19 у онкогематологических больных. Уже то, о чем говорили предшествовавшие докладчики, это лимфопения и нейтрофилез, изменения в биохимическом анализе крови, повышение эферитина, цереактивного белка, очень важный показатель лактат-дегидрогеназа, отражающий биологическую активность, в частности, лимфопролиферативных заболеваний, повышение энтраликина-6, все это свидетельствует о синдроме системного воспаления, то, что отмечается при ряде лимфом, в частности, при анапластической крупноклеточной лимфоме, то, что мы видим в клинической картине, и то, что сближает дебют анапластической крупноклеточной лимфомы и COVID-19 инфекции. Безусловно, это гиперкоагуляционный синдром, который также может быть и при онкогематологических заболеваниях, и также быть одним из синдромов в рамках COVID-19 инфекции. Следующий слайд, пожалуйста. Но нам необходимо помнить и о том, что не только ряд клинико-лабораторных и, безусловно, инструментальных исследований, центральное место среди которых занимает компьютерная томография легких, могут быть патогномоничны для COVID-19 инфекции. Мы всегда помним и о том, что у онкогематологических больных в период цитопении также частота пневмонии, в том числе изменений КТ-картины по типу матового стекла достаточно часто. И вот вашему вниманию представлен клинический пример пациента с лимфомой Ходжкина, к сожалению, с рецидивом, успешно пролеченный с применением клеточных технологий. После проведения аутотрансплантации пациент в ремиссии постепенно восстанавливает показатели лейкоциты 3000 и остро нарастает одышка до 40 в минуту, снижается сатурация. Следующий слайд, пожалуйста. И вот вашему вниманию представлены характерные изменения. Красными стрелками они указаны. Очень и очень похожая картина на таковую при коронавирусной инфекции. Пациенту мы провели бронхоалвиолярный лаваш и по данным микробиологического исследования выявлены пневмоцисты. Следующий слайд, пожалуйста. Пациент начал получать специфическую терапию и видим уменьшение площади инфильтрации и рентгенологической плотности этих инфильтратов и постепенное восстановление воздушности легочной ткани в прикорневых отделах указано большими стрелками. Видим положительную динамику. Безусловно, при отрицательном тесте на SARS-CoV-2 и при бактериологическом подтверждении пневмоцистной природы этих рентгенологических изменений. Следующий слайд. И вот полное разрешение изменений в легочной ткани. Следующий слайд. Вот также вкратце остановлюсь, что матовое стекло при остром диффузном поражении легочной ткани встречается наиболее часто при пневмониях, как правило, вирусных и пневмоцистных, легочных и сердечных дисфункциях. Диффузные симметричные уплотнения легочной ткани по типу булыжной мостовой, которые представляют собой сочетание изменений по типу матового стекла и ретикулярных изменений с возможным расположением в прикорневых отделах поиск пневмоцистной пневмонии в отличие от вирусной. Мы видим характерные описания. Изменения по типу матового стекла безусловно требуют аналитического подхода к дифференциальной диагностике в условиях пандемии, существующей в настоящее время. Безусловно, необходим дальнейший опыт по рентген-диагностике пневмонии, вызванной SARS-CoV-2 и это позволит осуществить дифференцированный подход к диагностике интерстициальных пневмоний у детей с системными заболеваниями крови. Следующий слайд, пожалуйста. Что мы имеем на сегодняшний день по литературным данным? Вот такое сочетание COVID-19 и гемобластоз у детей и подростков до 18 лет, вот эта группа лишь 8% от всей популяции онкогематологических больных в сочетании с COVID-19 инфекцией. Это то, о чем говорили уже уважаемые профессора в предыдущих докладах, это очень и очень небольшая когорта больных. Это то, что сейчас представлено в виде описания единичных наблюдений. Из этих 8% у детей частота тяжелых случаев коронавирусной инфекции в сочетании с гемобластозом 21%, то есть пятая часть пациентов детского возраста с гемобластозом и с COVID-19 это тяжелое течение вирусного процесса. В группе риска тяжелого течения новорожденные и дети до 5 лет по сравнению с пациентами более старшего возраста. Нам необходимо диагностировать гемобластоз в соответствии с современными критериями. И опять же то, о чем говорили, до тех пор, пока мы не исключили гемобластоз, мы не можем назначать глюкокортикостероиды, потому что при гемобластозах пожалуй это наиболее острая проблема, потому что все современные протоколы свидетельствуют о том, что назначение кортикостероидов не по показаниям, в несоответствующей дозе, это уже перевод больного сразу в группу высокого риска в частности острому лимфобластному лейкозу. А это значит то, что больной будет подвергнут более интенсивному лечению с большим количеством побочных эффектов и будет требовать более интенсивного лечения и прогноз при высокой группе риска существенно хуже, чем при стандартном или среднем. Каковы же рекомендации в случаях диагностики гемобластоза и COVID-19? Вот здесь очень важно соизмерять, какой же процесс доминирует в клинической картине у пациента. Описаны случаи, когда наши коллеги в первую очередь занимались лечением коронавирусной инфекции в случаях, когда гемобластоз не был доминирующим как причина гибели пациента. Здесь речь идет о том, от чего может погибнуть в первые дни пациент. От гемобластоза или от коронавирусной инфекции, понимая уровень лейкоцитов, тяжесть тромбоцитопении, необходимость ургентного начала противоопухолевого лечения с одной стороны или доминирующие признаки дыхательной недостаточности, тяжесть течения вирусного процесса, это то, что заставит начать лечение именно вирусного процесса, но опять же после четкого и полного установления диагноза гемобластоза, когда, например, острый лимфобластный лейкоз не вызывает сомнений, мы начинаем лечить коронавирусную инфекцию, стабилизируем состояние больного и начинаем программное лечение. Кроме того, описаны случаи и одновременного лечения коронавирусной инфекции и острого лимфобластного лейкоза, когда два протокола лечения, противовирусного и противоопухолевого лечения идут одновременно и также описаны единичные случаи успеха в этой ситуации. Следующий слайд. Таким образом, то, что мы имеем на сегодняшний день в детской онкогематологической литературе, мы не можем экстраполировать опыт взрослых пациентов на детскую когорту больных, это совершенно понятно. анатомо-физиологические особенности, иммунологическое взросление, спектр опухолей системы крови разный. У детей мы знаем, это агрессивные и высокоагрессивные опухоли, у взрослых это пиндолентные, множественная миелома, ряд хронических мило- и лимфопролиферативных заболеваний, то, чего мы не видим у детей, поэтому и подходы, и выбор тактики должен быть разным. Безусловно, мы должны взаимодействовать с нашими коллегами, не только онкогематологами, но и, безусловно, реаниматологами, ревматологами, врачами, других педиатрических специальностей, для того, чтобы обобщать, накапливать и опыт, и также определять ту наиболее оптимальную тактику для каждого конкретного больного. К сожалению, времени очень мало, я благодарю всех за внимание. Спасибо большое, Тимур Таймуразович. Уважаемые коллеги, мы хотели бы сказать о том, что действительно в своем докладе Тимур Таймуразович представил не только аспекты дифдиагностики инфекции, но и ситуации, связанные с COVID-19, лейкозом, особенно в дебюте заболевания. И такая же похожая ситуация у нас возникает и при онкологических солидных злокачественных новообразованиях, о которых расскажет отсюда из студии Первого МедТВ Татьяна Викторовна Горбунова, старший научный сотрудник отделения хирургии номер один, кандидат медицинских наук. Уважаемые коллеги, просьба представить нам слово. И слово, собственно, представляется Татьяне Викторовне. Татьяна Викторовна, прошу. Добрый день, уважаемые коллеги. И хотелось бы обратить ваше внимание на такую проблему в педиатрии, в детской онкологии, как дифференциальная диагностика инфекций COVID-19 и злокачественных опухолей. Что нам известно сегодня о COVID-19? На слайде представлена та страница, которая ежедневно обновляется, из которой мы можем узнать, сколько человек заражается COVID-19 и выздоравливает от этой инфекции ежедневно. Чем полезен нам этот слайд? Он говорит о том, что мы, наши пациенты, находятся в очаге заражения и что каждый может заразиться этой инфекцией и что у врача есть возможность встретиться с пациентом больным онкологическим заболеванием и заразившимся новой коронавирусной инфекцией. Что мы знаем, проведя ревизию знаний и сделав обзор медицинской литературы? Что, несмотря на то, что обзоры медицинской литературы часто включают достаточно большое количество пациентов, тем не менее, с положительным ПЦР-тестом их оказывается не так уж много. И это говорит об ограниченном опыте работы с пациентами, имеющими злокачественную опухоль и страдающей новой коронавирусной инфекцией. Не хочет переключаться. Можно бушкой? А вот переключается. Чем мы руководствуемся, когда мы находим пациента, обнаруживаем страдающего COVID-19 инфекции. У нас есть совершенно официальные рекомендации. В частности, я представила рекомендации Департамента здравоохранения города Москвы, где о пациентах, страдающих иммунодефицитными состояниями, буквально сказано на одна строчка, тогда, когда рассматривается высокий риск развития инфекции, обусловленных мультирезистентной флорой. Речь идет об особо тяжелых случаях, о граммо-отрицательной флоре. Ну, собственно, в этом ключе рассматриваются наши пациенты. И хотелось бы напомнить о пациенте, о котором мы, в общем-то, знаем, и все учреждения знакомы с этим пациентом. Что такое? Левой кнопкой. И все учреждения знакомы с этой ситуацией. Этот мальчик лечился в учреждениях, в том числе и Москвы. И признаки вирусной инфекции у него наблюдались в течение более трех недель, которые переросли в бронхит, а затем в пневмонию. Ребенок получал лечение, получал лечение, в общем-то, долго не было ответа на стандартную терапию, которая должна была привести к успеху. И в течение этого времени ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию был отрицательный. В дальнейшем присоединились, появилась билирубинемия, повысились трансаминазы, наросло ЦРБ. И по данным исследования на антитела была подтверждена новая коронавирусная инфекция. Состояние ребенка ухудшалось, он наблюдался уже не по месту жительства, а поступил в другое учреждение города Москвы, где предприняты были героические усилия по стабилизации состояния ребенка, по обследованию, одновременному обследованию ребенка. Мы понимаем, что такое провести тяжелому ребенку магнитно-резонансную томографию, где надо вылежать, чтобы пациент должен находиться в оборудовании во время проведения исследования обездвиженном, так сказать, в определенном положении, а ему трудно дышать, а ему больно, а ему плохо, а исследование такое долгое, потому что такова технология. И часто такое исследование не одно. И вот по данным проведенного исследования была заподозрена злокачественная опухоль, и ребенок поступил к нам в очень тяжелом состоянии, сразу в отделении реанимации, где начато одновременное проведение и интенсивной терапии, и поиск злокачественной опухоли. И как клинический пример я только привожу специфические методы, направленные на поиск злокачественной опухоль. Что нам пришлось сделать, поскольку была очень полиморфная симптоматика у этого пациента, мы брали и биопсию кожи, и проводили костно-мозговые пункты, и нашли действительно при костно-мозговых пункциях наличие атипичных крупных клеток с круглым ядром, но не могли поставить морфологию. Мы выполняли пункцию зоны деструкции ребра и не получили опухолевых клеток, рассматривали асцетическую жидкость, там искали клетки, иммунофенотипирование проводили, которое не дало, к сожалению, подтверждение морфологической природы опухоль. Неоднократно пунктировался костный мозг, находили опухолевые клетки, предположительно это было лимфопролиферативной природы, провели анализ на онкомаркеры и тоже не получили результаты, которые нам помог бы установить диагноз. Мы проводили попытки лечения этого пациента и все время стоял вопрос, что же нам делать, лечить мультисистемное воспаление или воздействовать на опухоль. И мы выбирали моменты, когда мы могли провести лечение онкологического заболевания и останавливались тогда, когда на первый план выступали проблемы мультисистемного воспалительной реакции. Не хочет ничего переключаться. И еще один пример, о котором говорил Тимур Тимуразович, это про то история, как уже у пациента, у которого был установлен диагноз злокачественная опухоль. мы рассматривали пневмонию с точки зрения диагностики, пневмоцистной пневмонии и пневмонии, вызванной COVID-19. И также мы очень боялись за нашего пациента, несмотря на то, что пациент находился изолированно, практически ни с кем не контактировал, но мы понимали, что пациент, переживший трансплантацию, находится в очень серьезной ситуации и имеет крайне неблагоприятный прогноз. История оказалась не такой плохой. А можно вывести следующий слайд? У нас другая заставка, а следующий слайд крайне важен для понимания всего процесса. Пока у нас сейчас возвращаются слайды, хотелось бы сказать, что мы очень ждем ваши вопросы в чате. И вот наконец та самая таблица, которая помогает нам разложить все этапы диагностики и представить какие же пациенты будут находиться в самой неблагоприятной группе. Это конечно те пациенты, у которых еще диагноз не установлен. Это первые признаки злокачественных новообразований. Эти пациенты имеют факторы риска. Симптомы не специфичны и факторы риска у этих пациентов. Как будет протекать новая COVID-инфекция не работают, не известны. Клинические признаки. На первый план часто выходят признаки ОРВИ, еще больше смазывая и маскируя картину злокачественной опухоли. Риск инфицирования. Насколько чаще эти дети будут инфицироваться? Насколько сложнее будет проходить инфекция? заболеваемость в этой группе мы пока не знаем. И течение самой инфекции нам тоже не ясно. Смертность большой вопрос, потому что будет ли выставлен диагноз злокачественной опухоли? Мы тоже пока на сегодняшний день не знаем, потому что диагноз еще не установлен. Не проведено то обследование и онколог не сказал своего слова, он еще не попал в поле зрения онколога или не всегда попал дифференциальная диагностика у этих пациентов крайне затруднительно. Если мы говорим о том, что онкологический диагноз на сегодняшний день в детской онкологии не имеет скрининговых методов, а это всегда тяжелый труд исключения злокачественной опухоли, то здесь нам будет еще и мешать тяжелое состояние пациента. Невозможность его часто переместить из стационара в стационар. Ну и конечно отдаленные последствия. Высокий риск существует у этих пациентов летального исхода, причем летального исхода не только в результате COVID-19 инфекции, но и в результате основного заболевания, потому что лечение может быть слишком отсрочено. Но и что делать с этими пациентами? Официальные рекомендации отсутствуют. Если мы посмотрим на группу пациентов, у которых установлена уже опухоль, я не буду тут много говорить, потому что им посвящена большая часть нашего сегодняшнего обсуждения, то здесь мы нащупали ту хрупкую грань, и мы по ней идем. И если говорить о пациентах, которые находятся в ремиссии, то здесь будут действовать законы, которые распространяются на остальную популяцию, и внимание педиатров в этой группе должно быть сосредоточено на не упустить рецидив. Не упустить рецидив за проявлениями детских проблем, педиатрических проблем, может скрываться рецидив заболевания. Ох, ну и наконец подвести итог сложности диагностики злокачественных опухолей в условиях инфекции COVID-19, тяжелый соматический статус пациента, полиморфные клинические проявления, объективные сложности проведения визуализирующих методов обследования, необходимость выполнения большого объема лабораторной диагностики и, к сожалению, ограниченный временной ресурс. давайте сплотим наши ряды, давайте чаще общаться и чаще пользоваться теми современными возможностями телемедицины и обсуждать пациентов вот в таком формате, чтобы не упустить злокачественную опухоль у ребенка. Коллеги, спасибо большое за ваше внимание и за ваше уделенное время. Спасибо большое Татьяна Викторовна, мы обязательно вернемся к дискуссии и сейчас отсюда же из студии медканала мне хотелось бы передать слово такой анестезиологически реанимационной части, прежде всего с точки зрения интенсивной терапии. Передаю слово доктору наук профессору Невануны Матинян с информацией о том, каким же образом COVID-19 проявляется в детском онкологическом реанимационном отделении, а точнее как поступают и с чем сталкиваются пациенты, где есть диагностика такая, ну и самое главное то, какие усилия вы прилагаете, потому что, как сказали сегодня коллеги, они действительно героические, это и во всех учреждениях проявляется, но самое главное, конечно, самый главный бой в реанимации, мне кажется. Невануна, вам слово. Спасибо большое, Кирилл Игоревич, добрый вечер, уважаемые коллеги, дорогие слушатели. Да, COVID-19 с детском онкологическом Орид. Я должна заметить, что немного презентации и представлений именно у онкологических пациентов с COVID-19, но должна вам представить наших индийских коллег, которые представлены у 204 пациентов, я считаю, что онкологического профиля, это достаточно большое исследование, и вы видите, 47% пациентов, здесь есть, не показывает, хотелось показывать, мышкой можно, да, мышкой, вы видите, что 47% пациентов требовалась госпитализация, из них 10% пациентов необходимо было, конечно, лечение дальнейшее провести в отделении реанимации. Треть пациентам необходима была, конечно, оксигинотерапия, имели место осложнения, это септический шок, это плевриты, и в основном, конечно, осложнения характера дистресс-синдрома. И самая угрожающая цифра для нас, врачей онкологического профиля, вы видите, что задержка специфическое лечение полихимитерапии в 73% случаев, это достаточно угрожающая цифра, и модифицированная полихимитерапия в 6% случаев также. И вот в 2021 году в январе месяце мы получаем клинические рекомендации по лечению детей в детском детско-реанимационном отделении, где произошла коллаборация Европейской ассоциации педиатрических и неонатологических интенсивистов. Конечно, клиника, в принципе, уже сегодня много говорили, подобный взрослым. У детей тоже в основном имеет место респираторное заболевание, рихорадка, гриппоподобная клиника или абдоминальный синдром с диареей. Но дети именно в реанимационное отделение попадают следующая клиника. Это мультисистемный воспалительный синдром. Что это означает? Это рефрактерный токсический шок с преобладанием вазоплегического и кардиоплегического шока. И кавасаки подобный синдром включает дилатацию, аневризму коронарных артерий или их сочетание, что очень не характерно для детской популяции. по сути. Даны прекрасные рекомендации, 44 рекомендации по лечению детей в реанимационных отделениях с COVID-19. Кстати, я сравнила с нашими российскими рекомендациями. Многие авторы находятся сейчас этих рекомендаций, временных рекомендаций детских в этой аудитории. И они выпущены 03-07-2020 практически идентичны, что очень ценно для наших пациентов в плане лечения, естественно, что по сути основа лечения похожа как взрослого населения. Это лечение цитокинового шторма, это лечение сепсисоподобной реакцией. И, конечно, в данных клинических рекомендациях четко описаны основы лечения составляет антитромботическая терапия, где даже если есть минимальный риск венозного тромбоэмболизма, то четко даны рекомендации низкомолекулярных гепаринов, и, конечно, таргетные значения основываются по десятому фактору. А если имеет место мультисистемная реакция, цереактивный белок более 150 миллиграмм на литр, дедимер более 1500 нанограмм на миллилитр, повышенный интерлейкин, повышенный ферритин, то мы уже лечение проводим более агрессивно. Это уже двойные дозы, скажем, низкомолекулярных гепаринов и обязательными таргетными значениями десятого фактора. Вы видите, 44-й пункт лечения это иммуноглобулины, и у них достаточно высокая доза, 2 грамм на килограмм, и подобно нашим клиническим российским рекомендациям, аспирин также входит в особое лечение, место занимает лечение пациентов онкологического профиля и вообще детей в детской реанимационном отделении 50 миллиграмм на килограмм, а в российских рекомендациях аж даже 100 миллиграмм на килограмм составляет лечение, и я хочу заметить, что это сильная рекомендация. Ну и грустные цифры, конечно, представлено, что смертность около 6,6% это у детей онкологического профиля, это не общая популяция детская, и COVID обусловленная смертность вы видите 5% составляет. И что бы хотелось сказать под контекст данного сообщения онкологического профиля детей, в основном заболевают пациенты гематологического профиля, меньше, конечно, пациенты солидными опухолями, и по сути этот обзор представляя здесь представлены были может быть данные завышенные, но авторы считают, что необходимо, конечно, более большие метаанализы и, конечно, может быть, обобщать все данные из разных клиник, но я с гордостью могу сообщить, что в нашем институте за эти два года ни одного случая наших леченных пациентов, которые находятся в нашей клинике, не просто не регистрировано попадание там в отделение анестезиологии реанимации, а ни одного случая ни в одном отделении не регистрированы. Это говорит о том, что у нас проводилась четкая диагностика при поступлении в нашу клинику, проводились все меры предосторожности и в итоге, конечно, ни одного пациента, чтобы мы задержали лечение, более того, модифицировали полихимитерапию. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Невануна. Я сразу предвосхищаю вопрос, позволю себе напомнить, что у нас, несмотря на то, что у меня было случаев, но и диагностика была, все равно всем мазки и так далее, и тому подобное. Причина в этом, по сути. Да, поэтому такие хорошие барьерные методы. Ну что же, у нас есть еще одно сообщение. Я очень рад представить Рустема Фаидовича Типаева, доктора наук, профессор, руководитель анестезиологии и реанимации в Центре Здоровья Детей с сообщением по детской реанимации и COVID-19 в опыте НЦЗД. Можно вас попросить включить микрофон у вас отключен сейчас. Добрый день. Здравствуйте. Загружу свою презентацию. Она видна вам? Да, только полный экран, если можно, просим сделать. Добрый день, уважаемые коллеги. Я, может быть, немножко так парадоксально назвал от Сирс до МСИФ и для тех, кто не совсем в теме, а я обращаюсь именно к тем, кто больше не в теме, чем в теме, потому что самые большие проблемы мы испытываем как раз не с теми, кто хорошо, так сказать, продвинулся в этом направлении, а те, кто еще не очень разбирается. и хотел бы начать с того, что вот показать вам такой, такую выписочку истории болезни, неважно, кто болеет, но это было совсем недавно, четырехлетний ребенок присылает выписку, да, синдром системно-воспалительного ответа, вирусно-бактериальная инфекция, неизвестная теология, полисирозиты, плевральный полос, брюшная полос, малый таз, перикардиальный выпад, ДВС-синдром, дыхательный недостатчик 2-3, системные заболевания под вопрос. И когда мы видим вот такой диагноз, то мы понимаем, что когда, если у этого пациента, например, есть положительный диагноз на COVID, ПЦР, ИГГ, как в основном на местах используют ИГМ диагностику, а потом уже подтверждают, многие стационары боятся сразу делать, потому что не знают, куда потом этот пациент перевести. Но в конечном счете, что я хотел бы сказать. У нас впервые, наверное, за последние, но за 30 лет моей работы появился основной диагноз синдром системно-воспалительного ответа. Я бы хотел акцентировать на этом внимание, что на самом деле синдром системно-воспалительного ответа существует у нас с 92-го года. Обращаю ваше внимание, насколько наши учителя были прозорливы. И вот посмотрите, Митрофан Яковлевич Туденикин. Это книга о его жизненном пути, о его творчестве, о его науке. И здесь можно выделить такие слова. В своих лекциях Митрофан Яковлевич подчеркнул, что типовые патологические процессы сложились эволюционно и генетически запрограммированы. Они обладают стереотипностью, универсальностью относительным полиэтилогизмом и характерной антогенетической динамикой. Примерно типовых патологических процессов могут служить лихорадка, воспаление, опухолевый рост, таз, гиперемия, ишемия, стресс, тромбоз. Вот этот человек писал эти слова фактически тогда, когда мы с вами еще не знали таких слов, как, например, цитокины. И мы называли их лимфокины, химокины. И мы представляли себя, что какие-то из них отвечают за иммунный надзор, какие-то за пролиферацию каких-то клеточных, скажем, лимфоидных или грануцистарных ростков. Для себя я выделил такую клиническую проблему. Вот то, что, когда подтвержденные диагнозы, мы в основном сегодня говорим о тех случаях, когда диагноз или подтвержден, или исключен. Но вот синдром системно-воспалительного ответа, знаете, я после этого вопроса посвятил достаточно много времени и делал актовую речь в прошлом году. И меня именно подтолкнуло развитие, скажем, ковид в России и именно то, что мы часто участвовали в таких программах, которые образовательные программы. Я для себя, что синдром системно-воспалительного ответа является кругольным камнем, лежащим в основе под физиологические изменения в организме, приводящий к развитию органных дисфункций, генокогуляционных расстройств на фоне инфекционных, иммунопатологических и других стимулов неинфекционной природы. Я бы хотел напомнить для педиатров, которые сталкиваются с этим пациентом, обратите внимание на тот первый слайд, что указывает полисирозиль. На самом деле это никакой не полисирозиль, это системная гипергидротация, возникающая у любого критического пациента, потому что любой критический пациент имеет гиперцитакиновый шторм, и этот цитакиновый шторм, он вдруг сейчас стал таким актуальным. Все великих наших тех людей, которые живут с нами параллельно, скажем, Ронко живет в Италии и занимается пурификацией крови, и он удивился очень, почему все определяют интерлекин-6 и проводят пурификацию крови, основываясь на примерной интерлекин-6 и, скажем, цитакиновый сорбус, основанный на интерлекин-6, хотя ФНО и интерлекин-1 имеют даже больше коррекционной зависимости с летальным исходом, чем интерлекин-6. Поэтому обращаюсь к педиатрам и говорю, вот первое упоминание о синдроме системно-воспалительного ответа, я не буду останавливаться на показателях, они всем эти показатели известны, это 92-й год, и это определение вошло через 13 лет почему-то это вошло в практику педиатра. это определение вошло как основное, как базисное понятие в диагностику сепсиса. Это системный воспалительный ответ на предполагаемую или подтвержденную инфекцию, или клинический синдром, патогомоничный для инфекции. Что происходит дальше? Происходит дальше то, что и педиатры, и взрослые ренематологи понимают, что очень сходные реакции возникают у пациента в ответ на инфекционные стимулы, или сейчас как называется патоген ассоциированные молекулы, или демидж ассоциированные молекулы, и поэтому нет никакого различия в том, как реагирует организм, как называется полиорганная недостаточность, ДВС-синдром или гипергидратация, обусловленная синдромом капиллярной утечки. Поэтому выделили синдром системно-воспалительного ответа или тяжелый синдром системно-воспалительного ответа без патогена. Пошли дальше. Теперь в 12-м году СВИН СЭПС-кампейн дает определение присутствия инфекционного процесса с системными проявлениями инфекции. Мне кажется, все это ослабевает и ослабевает само понятие синдром системно-воспалительного ответа. Еще дальше пошли в 16-м году и назвали СЭПСИС угрожающей жизни органной дисфункцией, причиной которой является дисрегуляторный ответ организма на инфекцию. Ну, уже такого рода суживания, понимания проблемы я даже, честно говоря, и не ожидал. Например, от СЭПСИС-3 в том числе. Я себе позволил нарисовать вот такую картинку, что определение синдрома системно-воспалительного ответа из в году в год как понятие нивелировалось до дисрегуляторного ответа на системную инфекцию и в 16-м году это уже что-то маленькое, непонятное и непонятно, что обозначающее. Не буду здесь останавливаться на этой картинке. Это то, что в 92-м году мы понимали, что патогеносциированные молекулы, такие как монаны, галектомонаны и неважно какие другие РНК-ДНК-вирусы, они приводят к рекруппу клеточных элементах, активации врожденной иммунной системы, адаптивной иммунной системы и в конечном счете реализуется тот кинотип, который сопровождается развитием дисфункции органов и полиорганной недостаточности. В 14-м году впервые появилась эта картинка, она очень интересна для понимания того, насколько важно патогеносциированные или не патогеносциированные. Вот в наших условиях мы работаем с различными категориями пациентов, это тракальные хирурги, абдоминальные хирурги, кардиохирурги, и мы видим, что, например, если у пациента длительно проходит, скажем, кардиохирургическая операция и длительно используется искусственное кровообращение, он точно так же себя ведет, как у пациента с резко выраженной, тяжелой недостаточностью кровообращения, снижением насосной функции сердца, или у пациента с тяжелым панкреатитом здесь в данный ситуации у кого-то микрофон не выключен и мы слышим значит хотел бы обратить внимание, что активация врожденной иммунной системы на инфекционный и неинфекционный стимул что и инфекционные и стерильные стимулы приводят в конечном счете через иммунную систему к синтезу цитокинов но в ряде случаев, например, как реперфузионный синдром вот такие либераторы как это хай-мобилити протеин группы B1 ночевая кислота и другие цитоплазматические ядерные материалы они могут стимулировать макрофаги а могут из собственных клеток которые разрушаются в процессе скажем аноксического поражения сопровождаться выработкой цитокинов и того же хай-мобилити протеина группы B1 которые взаимодействуют с то-лайк рецептором в частности он взаимодействует четвертого типа что приводит к реализации кинотипа септического состояния тяжелого сепс или шок я себе еще позволил нарисовать такую картинку синдром воспалительного ответа или синдром системно- воспалительного ответа и мальти-систем инфлематри синдром и нарисовал таким образом что всегда присутствует вирус это та ситуация когда мы говорим о ковид-ассоцированных состояниях и какие могут быть фенотипы они все пересекаются между собой это может быть и гемофагоцитоз или синдром активации макрофагов это может быть кавасаки-шок кавасаки-подобный синдром это может быть сепсис ковид-ассоцированный это может быть пневмония интерсоциальная зависит все от того насколько есть вероятнее всего предполагается в настоящее время какие-то генетические мутации которые приводят именно к тому варианту фенотипа ковид-ассоцированного состояния критического состояния которое возникает у данного пациента в конце концов на что бы мне хотелось остановиться этот цветочек который перед этим я показал он такой редуцированный не совсем полный а в конце я показал такой цветочек более полный может быть здесь побольше тех заболеваний которые но я так и продолжаю обращаться к педиатрам что сначала нужно все-таки подтвердить диагноз не нужно просто писать мультисистемный воспалительный синдром надо поставить диагноз а потом как осложнение к нему показать что есть мультисистемный воспалительный диагноз синдром а какой вариант или это синдром активации макрофагов или это сепсис ковид-ассоцированный особенно если это пациент диагностика присутствует и тогда в зависимости от этого предыдущие коллеги очень красочно все отразили какие варианты лечения у нас существуют к сожалению в российской федерации очень много что невозможно делать в регионах я езжу с аудитом и вижу что мы рассказываем но очень много так сказать этой информации утекает как в песок поскольку люди не лабораторны не медикаментозны не финансово не подготовлены к тому чтобы оказывать помощь в полном объеме но я понимаю что я наверное тоже задержался как и большинство предыдущих ораторов поэтому спасибо за внимание надеюсь что это выступление тоже будет полезно спасибо большое Растем Фаридович у нас действительно очень многогранный круглый стол сегодня получился и я попрошу уважаемых коллег из технического секретариата вывести всех наших участников круглого стола на панно очень рады всех видеть еще раз и у нас есть два вопроса в чате позвольте их озвучить первый вопрос наверное больше мы попросим переадресовать моей Джамал мне вопрос такой положительный ПЦР на 14 день заболевания позже расценивается как эпидемиологически опасный показатель объясняет почему такой вопрос возник у нас выписывают взрослых с положительной ПЦР на 14-17 день с записью в выписке что ПЦР расценивается как высокая чувствительность тест-системы определяющей обломкой вирусной РНК и пациент является эпиднеопасным как к этому относиться ПЦР-диагностика конечно очень хороша но знаете говорить о том что 100% мы еще не знаем заражают ли ПЦР положительным вообще по закону инфекционных заболеваний ПЦР это не может быть ПЦР-доказательство того что это острота заболевания ни в коем случае но почему-то есть сообщение и болезнь это совсем недавно протекающая требует более уточнения но по закону инфекционного заболевания мы знаем что ПЦР-носители есть сколько угодно и микоплазмы ПЦР-носители и Эпштейн-бару носители не говорят о том что это больные люди но появились сообщения в мире что дети которые достаточно длительно очень выделяют могут каким-то образом но это не доказано поэтому здесь надо просто следить за этим что получится спасибо большое второй вопрос позвольте наверное больше Тимур Тимразовичу переадресовать вопрос следующий уважаемые коллеги а как быть диагносту с костно-мозговой пункцией когда ребенку уже на остроте процесса ввели дексаметазон ведь все смажется да действительно уважаемые коллеги на остроте процесса ввели дексаметазон это возможно при установлении диагноза в частности острого лейкоза например диагноз острого лейкоза можно установить это происходит все в течение нескольких часов цитологическое исследование костного мозга у иммунологов мы можем получить информацию что материал информативен и например понимая что у нас у пациента диагностирован острый лейкоз но преобладают симптомы сосуществующей коронавирусной инфекцией мы принимаем решение реализовать весь комплекс мероприятий направленных на борьбу с ковид-19 но у нас уже есть диагноз острого лейкоза и он сомнений не вызывает и так как я уже представил в своей презентации в ряде случаев мы соизмеряем и отдаем предпочтение в лечении той патологии которая является наиболее жизнеугрожающей в конкретную минуту для больного полностью выведя пациента из жизнеугрожающего состояния обусловленного коронавирусной инфекцией мы начинаем лечение по протоколу острого лейкоза и в этом случае мы никак не смазываем картину и не производим те или иные манипуляции переводящие больного в группу высокого риска спасибо большое Тимур Тимразович позвольте у нас еще несколько тем для обсуждения есть к сожалению 5 минут осталось но я думаю их попробуем очень быстро осветить у нас кратко прошла тема тут или зумаба хотя даже Михаил Альбертович о ней говорил на сайте Минздрава там было целое интервью что и там запас препарата высок он полностью доступен как гематологи так и трансплантологи его используют также в формате оффлейбл Анна Владимировна скажите пожалуйста вот если вне показаний препарат вводится нет ревматологического заболевания гематологического более того ковид нету есть ли у этого препарата осложнения и какие-то побочные действия которые вы встречаете в вашей ревматологической практике так ли опасен опасно это лишнее введение тоцелезумаба спасибо за вопрос да есть всегда есть две стороны медали у каждого препарата поэтому этот препарат это генно-инженерный препарат блокатор интерлетина 6 и он иммуноподавляющий препарат поэтому при использовании тоцелезумаба с одной всегда есть риски инфекции есть риск бактериальных осложнений у пациентов поэтому конечно однократное введение это не такой страшный риск и через какое-то время препарат выведется но он может скрыть течение других болезней потому что при использовании тоцелезумаба мы видим что островоспалительные маркеры крови снижаются сои и цереактивный белок больше не отражают активность воспаления поэтому может быть так что у пациента есть воспаление например пневмония но по анализам мы этого увидеть не можем потому что тоцелезумаб скрывает эти показатели также мы часто наблюдаем у наших пациентов ликопении при использовании тоцелезумаба это одно из осложнений использования тоцелезумаба спасибо большое уважаемые коллеги у нас одна из тем когда мы подготовились к этому эфиру была конечно и вчера мы провели прямой эфир такой более родители родительско ассоциированный по вакцинации хотелось бы в этом плане спросить Татьяна Викторовна вот опыт у пациентов с иммуносупрессией тут даже как сказать не самих пациентов а их семей хотелось бы тоже озвучить скажите пожалуйста родителям можно прививаться родителям нужно прививаться это очень большая проблема на сегодняшний день объяснить родителям привить родителей и так сказать добиться иммунного ответа почему это важно во первых я показала слайд о статистике по ковиду и так или иначе родители это часть большого в общем-то большой популяции молодой имеющей контакты несмотря на то что они у нас находятся изолированно вместе с детьми и мы прекращаем контакты между родителями родственниками и запрещаем выход пациентов и родителей госпитализированных в наш институт куда-либо тем не менее риск заражения существует он ничтожно мал но он существует и родитель который ухаживает за ребенком должен быть привит с той целью чтобы нам не пришлось экстренно менять сопровождающее лицо а мы на сегодняшний день знаем что для сопровождающего лица для того чтобы находиться с ребенком в стационаре сопровождающее лицо должно сдать перечень анализов мы все работаем в одной системе и просто на это уйдет время и это потребует напряжение сил для того чтобы организовать весь этот процесс это не сиюминутная организация в том числе и от нас потребует ресурсов для того чтобы организовывать Это снова и снова, если такие случаи будут повторяться. Это важно для родителя в том плане, не только в организационном, но и в том плане, что он будет представлять уже новый очаг инфекции для своего ребенка. А мы все услышали. И персонала. Ну и персонала. Это еще одна грань этого процесса для ребенка, потому что хоть дети с онкологическими заболеваниями болеют редко, но уже наметилась группа риска. Это дети с лейкозами, это дети с рецидивами лейкозов, и это дети, пережившие трансплантацию костного мозга. Это группа риска, которая будет заболевать, к сожалению, и у которой болезнь будет протекать очень тяжело. Будет именно среди этой популяции и были случаи неблагоприятного смертельного исхода. И, наконец, еще одна важная тема, о которой говорит моя коллега, это персонал. Потому что источник инфекции, сопровождающий лицо, наши, в общем-то, медицинские ресурсы сейчас подвергаются большому испытанию. Мы работаем, так сказать, не покладая рук, но, в общем-то, хорошо, что мы перекрываем вот тот возможный дефицит, но он не безграничен. К сожалению, медицинский ресурс, как человеческий ресурс, он не безграничен. Мы тоже подвержены инфекции, мы знаем те случаи, когда целое отделение было вынуждено закрыться на карантин. Больные были переведены в специализированное отделение, либо оставлены с небольшим количеством персонала, который их обслуживал. Но новых детей или новых пациентов это отделение принять не могло, в силу того, что все закрылись на карантин. Это пандемия, товарищи, мы в ней существуем, уважаемые коллеги и уважаемые родители, кто нас слушает. Спасибо большое, Татьяна Викторовна. Буквально чуть у нас времени осталось. Хотелось бы обратиться к Невануне и Рустаму Фаридовичу. Невануна, вот у нас, к счастью, вы сказали, что опыт работы с пациентами на фоне COVID-19 совсем мал. Это, к счастью, наверное, но у нас, мы знаем, что вы принимали участие непосредственно в лечении детей, которые после COVID-19 с диагнозом онкогематологического заболевания приезжали к нам в центр. Действительно ли они и лечение хуже переносят, и воспринимают инфекцию хуже? Можете как-то прокомментировать, к чему готовиться? На самом деле у нас был такой опыт, принимали пациентов уже после перенесенной COVID-19 инфекции, и они приезжали к нам уже в инфицированном состоянии. Был пациент, которого мы практически 4 раза его, так сказать, возвращали в жизни из септического шока. Но мы должны понимать, что если мы говорим об онкологических пациентах, это вот как уже сказал Тимур Таймуразович, мы должны и лечить септический процесс, мы должны лечить и основной процесс. И нам приходилось, конечно, в эти маленькие промежутки, когда была стабилизация состояния, конечно, проводить специфическую терапию. А здесь получается у нас порочный круг. Специфическая терапия, иммуносупрессия, опять поднимают голову инфекция, и так получилось, что наших пациентов, которые мы лечили, у них был первичный иммунодефицит. И все это наслаивается, и понятно, что это очень большой риск для наших пациентов. Поэтому бережем друг друга, бережем наших пациентов. Конечно, это сложный, очень сложный контингент в лечении COVID-19 и онкологических заболеваний. Рустам Фаридович, буквально хотелось бы тоже ваше мнение услышать относительно пациентов, которые не с онкологическими, а тоже с тяжелыми заболеваниями. Действительно ли это огромная проблема, вот если есть COVID плюс еще что-то, и этот пациент в реанимации? Я несколько слов добавлю, что за период, когда мы сами работали в красной зоне, через наш институт прошло, по-моему, 440 пациентов, из них приблизительно 40 пациентов находилось в отделении реанимации. Летальный случай был один, это ребенок после трансплантации печени, и у него сочетное было поражение, развивалась хроническая болезнь почек, поэтому он требовал и... Дело в том, что он получал массивную достаточно иммуносупрессивную терапию по поводу основного заболевания, вот, плюс к этому, знаете, еще не очень-то разобрались к тому моменту, что вот вопрос задает, тоцелезумаб использовать, не использовать. Мы не использовали ни разу тоцелезумаб, ни один ребенок у нас не находился в критическом состоянии. Те пациенты, которые якобы ковид-ассоциированы, я не могу это утверждать, поскольку у них было когда-то подтверждено, а особенно тяжело протекает, скажем, кава-шок, вот у нас несколько дней назад, и мы так, как ковид-ассоциированный, принимаем этот, поскольку ребенок болел, да, и проходит 2-3 недели, и он вдруг находится в таком... Ну, одним словом, вот, я бы сказал так, что это наиболее тяжелая группа пациентов, которые или с кава-шоком, или которые с ковид-ассоциированы к кавасаки-подобным синдромом. Вот, и этот пациент, который умер, к сожалению, он до нас получил тоцелезумаб, и плюс получилась такая диплеция клеток, которая была вызвана, с одной стороны, самим ковидом, это тяжелая лимфопения, плюс иммуносупрессия, которую он получал, и плюс комбинация с тоцелезумаб. Поэтому лично я не вижу, честно говоря, я не продолжаю сейчас работать в ковиде, я могу лишь тем опытом, который был, но, на мой взгляд, тоцелезумаб, это тот препарат, который можно использовать в первые... Дети больше 4-5 дней тяжело не болеют, поэтому, если ты не успел в репликативную фазу вируса ввести тоцелезумаб, если он вдруг оказался супертяжелым, а мы знаем с вами, что к кавасаки не нужно лечить тоцелезумабов, и знаем, чем это нужно лечить, да, и получаем великолепный эффект. Поэтому, на мой взгляд, тоцелезумаб – это для пациентов взрослых, первые 3-4 на 5 дней, потому что очень большая категория пациентов, и я лечил в совокупности со взрослыми ренематологами, по всей Российской Федерации взрослых пациентов, и, к сожалению, о ней мы говорили сегодня про синдром системно-воспалительного ответа, мы говорим СИРС, и не забываем совсем о том, что и педиатры совершенно не знают, что есть компенсаторный антивоспалительный ответ, и пациенты взрослые очень часто погибают как раз в энергии на второй-третьей неделе болезни, и поэтому люди должны понимать, что иммунно-спрессивная терапия, она именно в репликативную фазу, первые 3-4 дня, потом это уже все абсолютно бесполезно, поэтому очень взвешенно к иммунно-супрессии, особенно у взрослых пациентов, поэтому, в общем, вот так бы мне бы хотелось, а сейчас мы, те пациенты, которые к нам приезжают, знаете, мне кажется, нет никакой разницы лечить, скажем, ОРДС, вызванные на, скажем, тяжелой пневмонии, плюс сепсис и плюс ОРДС, или просто сепсис плюс ОРДС, или сепсис, например, или кавасаки, кавасаки тяжелые, да, и чем она отличается по большому счету, да, и тяжелая интерсессиальная пневмония, и это для тех инфекционистов, педиатров, других специалистов вдруг это стало открытием, что существуют такие интерсессиальные пневмонии, и что они, как их лечить нужно, и вдруг появились рекомендации, как лечить COVID-инфекцию при тяжелом респираторном дистрессе, синдроме, хотя тот, кто лечил это все, те же самые пневмоцисты, они, он знает, как это делается, поэтому для нас, ладно, я, в общем, понимаю, что это тема, особенно онкологи, а у нас, знаете, очень похожи ситуации в плане ревматологов, да, и как, например, поступать, когда ввели дексаметазон, мы поступаем очень просто, если мы можем на какое-то время прекратить в какой-то момент стероиды, корткостероидную терапию, мы постепенно уходим от стероидов и дождемся того момента, когда все-таки сделаем костный мост, подтвердим диагноз хотя бы на небольшом проценте бластоза, а потом переведем часто к вам. Спасибо большое, действительно, так сказать, абсолютно такое классное сотрудничество в этом плане помощи самым тяжелым пациентам. Уважаемые коллеги, у нас совсем нет времени, хотелось бы просто предложить, чтобы по паре слов в заключении наши уважаемые спикеры сегодняшние сказали. Майя Джамановна, в качестве напутствия, может быть, пару слов о том, что же такое все-таки COVID-19 и вот все наши дифференциальные диагностики и заболевания. Прежде всего мы говорим о том, что это очень многообразное проявление какой-то инфекции, которую называем коронавирусной инфекцией и ожидаем от него большую часть у детей достаточно благополучное течение. Но хотелось бы сказать, что все дети благополучно, увы, так не могу, потому что есть маленький процент, о которых мы сегодня говорили, что достаточно тяжело протекают. Были дети, которые ничего не предвещают, вроде бы даже не с повышенным весом и не имеющие каких-то сопутствующих заболеваний, но на какой-то седьмой, восьмой, девятый день вдруг выдавали то, что выдавали. И поэтому, конечно, обратить внимание прежде всего, надо знать клинические признаки заболевания, давайте скажем так, их очень много, их разно и каждый раз дифференцировать. Нам показывают, что коронавирусную инфекцию надо дифференцировать со всеми вирусными инфекциями. Но, как вы видите, даже с бактериальными, сепсисом, и не говоря уже, если речь идет о детях, с какими-то онкологическими заболеваниями, получающими какую-то иммуносипрессивную терапию. Поэтому я сейчас призываю всех нас всегда быть на чеку, думать о разных болезнях и только в убежденном состоянии уже делать то, что необходимо делать. Всем большое спасибо. Думаю, что дальше продолжаться будут работы. Я уже не работаю в этом центре, у нас не работает инфекционный центр совершенно. После ковида он закрылся полностью. Поэтому, увы, да, он был, но его уже не стало. Поэтому какие дальнейшие будут, я не знаю, но всегда слежу за этим. И всем большое спасибо. Спасибо большое. Но мы еще последствия очень долго будем разбирать. Даже без инфекционного центра, это понятно. Анладина, ваше напутствие? Коротко, если, то, конечно, хотелось бы сказать, что не забывать про ревматические заболевания, которые тоже могут проявляться цитокиновым штормом, мультисистемным воспалительным синдромом, синдром активации макрофагов. Поэтому помнить про эти редкие, но все-таки существующие болезни. И большое спасибо за возможность участвовать в таком интересном круглом столе. Большое спасибо за приглашение. Спасибо. Спасибо, Тимур Тимонович, от вас. Уважаемые коллеги, дети с онкогематологическими заболеваниями находятся в невероятной группе риска тяжелого течения COVID-19. Ведь те клетки, которые призваны природой бороться с вирусами, поражены опухолью. Они трансформированы злокачественным процессом. Б-лимфоциты, а также огромное количество клеток, ответственных за клеточное звено иммунитета. И поэтому в рамках детских онкогематологических заболеваний я призываю к взаимной коллаборации, обмену опытом и обсуждению практически каждого пациента. И, безусловно, как сказали спикеры, мы не должны забывать и о других заболеваниях, потому что их никто не отменял. И те бактериально-грибковые и пневмоцистные осложнения, которые идут параллельно лечению онкогематологических заболеваний, это тоже то, что нельзя сбрасывать со счетов. И, несмотря на пандемию, мы должны быть на чеку и в отношении этих осложнений. Спасибо. Спасибо большое. Татьяна Викторовна. Уважаемые коллеги, уважаемые наши слушатели, я, конечно, хочу пожелать, чтобы все наши пациенты выздоровели. А педиатрам хочу сказать, что важно предупредить заболевание, тогда, когда оно еще не возникло. И призываю, так сказать, привлечь в ряды вакцинированных больше родителей, объяснить, что такое барьерные методы предохранения от инфекции, зачем нужны маски, зачем ношение масок в местах скопления людей, зачем мы просим надевать маски в стационарах наших родителей, зачем мы их надеваем сами. Вот призываю, так сказать, педиатров проводить эту работу. И, конечно, в такое сложное время мы можем успешно функционировать и осуществлять нашу медицинскую деятельность, только объединившись, так сказать, в таких конгрессах, в таких круглых столах. Все это направлено, безусловно, в помощь медицинским работникам, чтобы меньше было запущенных случаев любых заболеваний в детской практике. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо большое, Татьяна Викторовна Ивановна. Коллеги, позвольте не повторяться. Я всем пожелаю, всем нам здоровья, терпения и напутствие реаниматологу. Реаниматолога дорогу осилит только идущий. Рустам Фаридович, согласитесь? Да, соглашаюсь, соглашаюсь. И я, знаете как, каждому реаниматологу, который, если слушает нас, или каждый педиатр, который обратится к реаниматологу, проблемы одни и те же, я с аудитом это все вижу, да, я выезжаю почти каждый месяц в какой-то из третьего уровня госпиталей, поэтому вижу, что реаниматологи должны себе просто дать ответ, а могут ли они оказывать пациентам полноценную помощь, например, с шоком, и не важно, с ковид это ассоциировано в состоянии или нет. Есть ли у них возможность для осуществления инвазивного и неинвазивного гемодинамического мониторинга, для оказания, для проведения почечных заместительных, ну я не говорю там про эти скорпоральные мембранные оксигенаты, потому что в большинстве регионов это недоступно. Поэтому стремиться реаниматологам всем, я это на всех местах, хороший микробиологический мониторинг, с хорошей микробиологической широкой панелью и с хорошим набором медикаментов, на которые ставят эту чувствительность, потому что это прямо боль какая-то во всех регионах одной и той. Поэтому не буду уже задерживать, пусть каждый старается. Вот вы правильно абсолютно сказали, что дорогу осилит ведущий. Ну я просто честно говоря, держу и смотрю, и настолько тяжело это осиливается, и мне кажется, поддержка настолько должна быть усилена Министерством здравоохранения, чего в данный момент, к сожалению, вот, например, я не вижу. В частности, и по Ницам тоже. Может быть, о кромой мне вещи говорю. Ну, полностью присоединяюсь к тому, что сказали предыдущие ораторы. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое, уважаемые коллеги, наши дорогие слушатели. Мы с большой радостью, честно сказать, несмотря на озвученные проблемы коллегами и спикерами, завершаем наш круглый стол, потому что в очередной раз заострили внимание на проблеме COVID-19 и самых тяжелых сопутствующих заболеваний, основных заболеваний и всего-всего, что с этим связано. Помните, что, к большому сожалению, помимо COVID-19 есть еще очень много других заболеваний, которые как были, так и будут. А COVID-19, надеемся, мы действительно победим в вакцинации коллективным иммунитетом, барьерными мерами, но важно за борьбой с этой тяжелейшей инфекцией не забыть и о других заболеваниях, которые, правда, из-за пандемии сильно ухудшился результат. Это не только российская проблема, эта проблема мировая, мы действительно сплотились для борьбы с ней, но важно, чтобы каждый в этой борьбе участвовал, причем не каждый медицинский работник, а каждый просто член общества. Надел маску, спас ребенка с онкологией. Ну, такой вот немножечко призыв, но фактически это действительно так. Уважаемые коллеги, еще раз спасибо большое всем тем, кто нашел время сегодня поработать с нами, посмотреть нас и до новых встреч на Первом Медицинском ТВ. МИД Здоровья Детей, МИД Онкологии Блохина, Национальное общество детских гематологов и онкологов и все-все педиатры России. До будущих встреч, друзья!